Информационные сливы в Телеграм, хейт в Твиттере, противостояние блогеров в Фейсбуке. Главные события в стране и в мире в обзоре социальных сетей. В эфире Первый пост, я Ксения Каста. Здравствуйте. В Исландии появился свой настоящий мордор. Неотрисованный, а что ни на есть натуральный и очень раскаленный. Все дело в том, что началось крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль. Шесть тысяч лет спал и вдруг проснулся. Хляби подземные разверзлись. В стране ввели режим ЧС. Людей просят не приближаться к вулкану. Но кто же остановит любопытных туристов? А для обладателей коптеров лава – лафа для хайпа. Еще об одной стихии – о водной. Телеграм Лентач сообщил, что в ближайшие 10 лет на Земле может начаться тотальный дефицит пресной воды. Уже сейчас более 2 миллиардов человек не имеют прямого доступа к питьевой воде, говорится в докладе ЮНЕСКО. Организация опасается – уже через 9 лет нехватка может составить 40%. Гораздо раньше ЮНЕСКО об опасности дефицита воды предупреждал Владимир Жириновский. Что в повестке дня у человечества должно стоять в эти ближайшие годы? Что вы не знаете? Борьба за воду. Воды не хватает. Вода – проблема. А у вас проблема – нефть, газ. Нефть, газ. Биться за воду надо. Средняя Азия взорвется. Это уже будет 10 Афганистанов. Задушить всех обезвоживанием. Воды нету. Вода у нас. Запад замучил всю планету. Война неизбежна. И от жажды в ближайшие годы умрут миллионы. А пока миллионы гибнут из-за коронавируса. В Европе, судя по всему, стихия ковида вошла в третью волну. Ангела Меркель продлила локдаун в Германии до 18 апреля. Байден, который обещал оперативно вакцинировать североамериканский континент, поправляется, видимо, после своих падений. А в это время падают поставки астрозенеки. Тем временем в России снимается значительная часть ограничений. Министр здравоохранения уже заявил – заболеваемость вирусной пневмонии пошла на спад. И вот, пожалуй, самая трогательная история, которая обошла все новостные порталы. Из Балашихинской больницы под аплодисменты врачей выписалась пожилая пара, вместе победившая ковид. У Зинаиды Семеновны, которой в 84 года было поражено 25% легких. У ее супруга, Василия Лаврентича, которому 87 лет, поражение составляло 40%. В следующем году у них состоится 60-летие совместной жизни. Бриллиантовая свадьба. Трамп начинает и выигрывает? А диозный блондин, похоже, снова поймал ветер перемен. И пока Байдена сдувало с трапа, Трамп решил запустить собственную социальную сеть, которая, он уверен, изменит правила игры. Напомним, что еще действующего тогда президента США заблокировали в Твиттер и Фейсбук за формулировка критические посты по поводу выборов главы государства. А что отчаиваться? Не можешь контролировать Твиттер? Сделай свой. Может, и России нужно составить компанию Трампу по дороге к свободным от цензуры медиаресурсам? После побега из Букингемского дворца принц Гарри теперь коуч, в смысле учитель. Он уже не наследник британской короны, но топ-менеджер американского стартапа BetterUp. Его высочество будет заниматься развитием стратегии в интересах своих нанимателей и читать лекции о душевном здоровье. Тут они с супругой большие специалисты. В сети уже гуляют мемы с содержанием лекций Гарри. Выглядит это примерно вот так. Цитирую. Как добиться успеха? Пункт 1. Рождаетесь в очень богатой семье. Пункт 2. Ну и там короче. Пункт 3. Как-то само оно. Любопытные пункты 6 и 7. Если что, всегда можно попросить помощи у бабули, например. Принцами быть хорошо, а Меган Маркл еще лучше. Говорят, она недавно подписала контракт с Диснеем. Может, они теперь будут вместе с принцем сниматься в кино. Ну или, как мечтал Гарри в детстве, в мультиках. Переживет ли это королева? Это был Первый пост. До скорого.